Здравствуйте! В эфире новости на Первом Карагандинском. В студии работает Ирина Камышова. В ближайшие 20 минут я и мои коллеги вам расскажем. В Караганде прошла традиционная выставка ювелиров Зергер Караганда. Как проходили выборы на 93-м областном избирательном участке, смотрите в репортаже Николая Кравца. Караганда отметила День работников социальной сферы. Аким города поздравил работников социальной сферы Караганды с профессиональным праздником. Отличившихся соцработников наградили почетными грамотами и благодарственными письмами главы шахтерской столицы. Хочу поблагодарить вас за этот нелегкий и благородный труд. Он значим и важен как для людей, которым вы помогаете, так и для благополучия города и страны в целом. Оставайтесь всегда таким же образцом доброты и внимательности, чуткости и терпения. Желаю вам всем крепкого здоровья, счастья, успехов вам и вашим близким. С праздником! Восемь социальных работников получили благодарственные письма и почетные грамоты Акима города. За их непростой, но такой необходимый труд, за вклад и достигнутые результаты в работе по социальной защите населения. На сегодняшний день в Караганде трудится порядка 400 соцработников. Сфера их деятельности очень широка – от помощи семьям, имеющим детей инвалидов, до поддержки одиноких и тяжелобальных пенсионеров. Айжан Жуманбаева – заведующий отделением социальной помощи района имени Казбекби. Своей профессии верна уже 6 лет. В профессиональный праздник для сотрудников социальной сферы организовали концерт, который завершился конкурсом КВН среди карагандинских соцработников. В этот же день несколько работников системы социальной защиты получили оригинальные благодарственные письма от карагандинского городского маслехата. Счастливчиков было трое. За многолетнее служение профессии, добросовестный труд, особенный вклад и достигнутые результаты в работе по социальной защите населения, благодарственных писем удостоились главный специалист сектора по работе с ветеранами отдела занятости и социальных программ Нина Сычева, руководитель отделения социальной помощи на дому Октябрьского района Сауле Токтамысова и ее коллега в районе имени Казбекби Жупар Смаилова. Социальный работник, это звучит, наверное, очень официально. На самом деле, обо всех этих людях, кто связан с этой профессией, хочется сказать простые и теплые слова. Вы неравнодушные люди. Многие просто не смогли бы работать в этой сфере. Это труд довольно-таки нелегкий, но немножечко где-то неблагодарный, но дело в том, что в нашей сфере работают люди, которые имеют большое сердце, пропускают через него боль чужих людей, поэтому случайных людей у нас не бывает. Очень приятно, что и Маслихат оценил мою работу. Карагандинцы требуют продлить сельскохозяйственные ярмарки. В выходные прошла последняя осенняя торговля Аул Береке. Что на этот раз представили местные товаропроизводители в следующем сюжете. Мясо, колбасные изделия, молочная продукция и овощи. На ярмарке Аул Береке представлен весь ассортимент от крестьянских хозяйств всего региона. Здесь дешевле, чем на рынке и супермаркетах. Отсюда и такой поток покупателей. Ярмарка замечательная. Соответствие цена-качество. Каркаролинский район привез в областной центр в общей сложности более 20 тонн продукции, в том числе впервые рыбу. Для фермеров это отличная возможность не только реализовать плоды своего труда, но и показать то, чем может гордиться округ. Привезли мясо 7 850 килограмм мяса. Из них 23 голова крупный расход, 62 голова это мелкий расход и 4 голова около 1000 тонн это коняное мясо. Кроме этого привезли еще молочные продукции. И кроме этого мы уже второй год занимаемся по выращиванию рыб. Уже в третьей ярмарке мы привезли по 2000 тонн наших рыбных продукций. Это последняя ярмарка Олберике в этом году. Однако и карагандинцы, и товаропроизводители требуют продлить осеннюю торговлю. Зима не за горами, а значит нужно успеть еще отовариться по низким ценам к холодной поре. Да, я уже третью ярмарку, мне третий раз яйца не достают. Купила мясо, говядину, заднюю часть. Спасибо большое, обошлось конечно выгодно. Для народа мы сделали доброе дело, особенно для пенсионеров. Ну пожалуйста, еще продлите ярмарку, мы так хотим, все просим вас. Мы, например, вот мед, хотели в эти ярмарки показывать, что у нас вот такое разновидности меда. Так что спасибо, люди очень довольны. Власти говорят, что подобные ярмарки теперь пройдут в городах-спутниках. Ирина Камышова, Ужас Габасов, Асхат Абидулов, Первый Карагандинский. В минувшие выходные в центре города высадили более 70 молоденьких сотен. На этот раз озеленением занялись карагандинские школьники. Учащиеся гимназии номер один взялись за лопаты. Саженцы, хвойных они высадили в сквере на бульваре мира. Помогать молодежи взялись их наставники. Отметим, что школьники регулярно принимают участие в благоустройстве и санитарной очистке города. В общегородском субботнике приняли участие порядка 15 тысяч человек. Мы участвуем в гимназии номер один. Регулярно выходим на субботники, чтобы сажать деревья и убираться не только на территории гимназии номер один, но и на скверах, в бульварах нашего города. И хотим, чтобы наш город процветал и становился все краше и краше с каждым разом. Мы приветствуем и готовы активно участвовать в озеленении города с тем, чтобы наш город к своему 80-летию, который состоится в следующем году, стал наиболее красивым и прекрасным. Приверся на рекламу, не переключайтесь, далее все самое интересное. Редактор субтитров А.Семкин Наслаждайтесь вкусом настоящего кенийского чая «Долина Нанди». «Долина Нанди» – прекрасный выбор за вами. По многочисленным просьбам жителей города, ярмарка «Сладкие дни» в Караганде продлевается до 3 ноября. Мед Юга России, Киргизии, Башкирии, Алтая, натуральные конфитюры, восточные сладости, консультации, дегустации, постоянным клиентам скидки. Ждем вас в торговом доме «Плаза». Найти светлый и красивый бутик – не проблема. Найти просторный офис для бизнеса – не вопрос. Найти большой и надежный склад – нет проблем. Все это здесь, в новом торговом доме «Тумар». Мы предлагаем мясные продукты, рыбу, овощи, фрукты, канцелярские товары, посуду, моющие средства, сувениры и многое другое. И еще у нас большая удобная парковка, домашняя кухня, где можно быстро и недорого перекусить. Торговый дом «Тумар» – это ваш талисман удачи. Мы находимся по адресу улица Молокова, 108. Добро пожаловать во французскую столовую «Биен-Веню». Сюда можно пригласить коллег для делового разговора или просто пообедать. Здесь можно устроить детские праздники или романтическое свидание. Банкеты и корпоративы до 50 человек. А главное, «Биен-Веню» – это отличный выбор для тех, кто стремится провести свою свадьбу в непринужденной обстановке в кругу близких людей. Французская столовая «Биен-Веню». Атмосфера Парижа в центре города. Проспект Нуркена-Абдирова, 9. Телефон 9090-09. В «Арселор Метал Тимиртау» выбрали лучшего водителя. На металлургическом комбинате прошел конкурс профессионального мастерства, посвященный Дню Автомобилиста. Подробности в следующем репортаже. Конкурс на звание лучшего водителя в компании «Арселор Метал Тимиртау» проходил в три этапа. Участники должны были ответить на вопросы, касающиеся правил дорожного движения и технической характеристики автомобиля. Следом шли практические задания. Специально для этого подготовили раритетный автомобиль 1971 года выпуска. Думали так, посоветовались. Дело в том, что вы все управляете, вы все профессионалы, вы все управляете разными транспортными системами. Кто-то автобусами, кто-то самосвалами, кто-то бортовыми, ну, разными автомашинами. Данные соревнования проводятся для того, чтобы поддержать добрые традиции в компании. На конкурсе участвовали 17 человек, работающих в угольном и сальном департаменте «Арселор Метал Тимиртау». Знаете, машина 1971 года выпуска, но это модель, который выпускался почти 50 лет. Конечно, когда сравним с современными машинами, то вот здесь синхронизации нет. Значит, нужно с газом переключать, нет усилителя, руля. Никто из участников конкурса не остался без подарков. А лучшим водителем стал Тахир Кадыров. Он получил главный приз – телевизор. Рад, что победил. Хочу поблагодарить руководство, предоставили такую возможность выступить. Николай Кровец, Асхат Айбедулов, 1-й Карагандинский. А в минувшее воскресенье состоялись выборы в Карагандинский областной и городской маслехаты, вместо выбывших депутатов. С каким настроением они проходили в избирательном участке номер 93 в сортировке, узнавал наш корреспондент. Жители сортировки уже с раннего утра проявили свою гражданскую позицию, пришли на выборы и отдали свой голос за потенциального депутата. Всего было представлено три кандидата, вместо выбывших – в Карагандинский областной маслехат. Председатель комиссии Любовь Бажанова говорит, что выборы проходили без нарушений. Выборы проходят в соответствии с Конституционным законом Республики Казахстан о выборах в Республике Казахстан. На нашем избирательном участке номер 93 2294 избирателя. Пять избирателей, граждан которых голосуют впервые по достижению 18-летнего возраста. Так проходят выборы на областном избирательном участке номер 93 в сортировке. Всего представлено три кандидата, люди сделали свой выбор. Уже известно, кого избрали в депутаты маслехатов. По Бухаржираусскому району большинство голосов горожан получила первый заместитель председателя карагандинского филиала партии «Нуратан» Кадиша Аспанова. По железнодорожному округу номер 9 прошел директор филиала карагандинского отделения дороги Казахстан-Темиржолы Гербол Дусимбаев. А по октябрьскому округу номер 30 впереди всех оказалась методист детско-подросткового клуба при стадионе «Шахтер» Марина Галяс. Николай Кровец, Кайрат Рашитов, Асхат Абедулов. Первый карагандинский. Кольца с драгоценными камнями, подвески, эксклюзивные браслеты. Лучшие ювелиры Казахстана представили свои уникальные произведения на традиционной выставке «Зергер Караганда». Продолжит Алина Акбаева. Выставка ювелирных изделий – это всегда сверкающее шоу роскоши. Здесь можно не только посмотреть на большой ассортимент, но также приобрести понравившийся экземпляр. Красота украшения по-настоящему завораживала. На одной площадке выставка собрала как опытных ювелиров, так и новичков. Например, Икрамжан Рафиков занимается ювелирным делом 23 года. Приехал из Шимкента. В прошлом году стал победителем номинации «Историческое наследие». Оказалось, что у каждого украшения есть своя история. Он представил работу из серебра «Перстень власти». «Оно состоит из частей и как бы олицетворяет доспехи. Доспехи – это воин. Воин – это тот человек, который охраняет наши, например, государства. Но этого воина растит мать. Она его воспитывает. Это женское украшение». Игорь Галаус приехал из Алматы. В конкурсе участвует впервые. Представил работу, выполненную из бразильского аметиста. Такой набор стоит практически тысяч долларов. Качество исполнения ювелирных изделий судила комиссия профессионального конкурса. Благодаря широкому выбору коллекций, каждый мог найти для себя что-то свое. Вы знаете, с каждым годом конкурс получается у нас сильнее и сильнее. Если вы сейчас посмотрите на то, что представлено в витринах, вы увидите, что качество работ с каждым годом, оно, несомненно, растет. Алина Акбаева, Жасулана Мандыков, Асхат Абидулов, Первый Карагандинский. В Музее изобразительного искусства работает выставка продажи индийских товаров. Экономическая связь между Казахстаном и Индией с каждым годом увеличивается. Это проявляется не только в промышленности, но и в малом и среднем бизнесе. Индия на востоке – страна особая. Несмотря на долгую английскую колонизацию, она сохранила национальные традиции и развила их. Это видно и в товарах, которые можно купить на выставке продажи. Простая на первый взгляд бижутерия. Но сколько любви и мастерства вложено в огранку камней, их составление в определенном порядке. Каждый камень отвечает за свой сектор в жизни человека. Целая древняя наука. И, конечно, сотни сортов чая, выращенного под индийским солнцем. «Вкусный чай из Индии и Цейлона. Элитные сорта. 75 видов. Прямые поставки, высшее качество чая». Можно часами рассматривать узоры на тканях и не найти повторяющихся. Но лучше всего купить на память даже безделицу. И от этого настроение повысится в разы. Уже проверено. «Выставка нам показалась очень интересной. Мы зашли сюда, глаза разбежались у нас, честно сказать». В этот раз на выставке продажи появилось множество сопутствующих товаров. Просто необходимых в домашнем обиходе. Например, простая шинковка. «Начина, борщина, засолку. Берем шинковку. Солка капустная. Таким вот образом. Тоненькая, аккуратненькая стружка получается. Две минуты качан капусты запросто можно нашинковать». Очень актуальный по времени года товар, привезенный из России. Продукция пчеловодства. Алтайский башкирский мед. Тайны получения оздоравливающего продукта никто не раскроет, но качество расхвалят. «У нас есть очень редкие виды меда, такие как мед диких пчел. У нас прекрасный мед горный липает. Самый лучший сейчас зимний период при простудах. А также могу предоставить, что показать мед кандык, весенний первоцвет, очень полезно для печени». Тем, кто внимательно следит за собой, за своим имиджем, можно посетить и прилавок с косметикой. Не просто косметики, а косметики из Франции. Дорого? Ничуть не бывало. «На самом деле во Франции очень много брендов, которые в Казахстане не представлены. Поэтому наше население переплачивает за польский, турецкий разлив. Болитика нашей компании, чтобы это была Франция, и доступна». На выставке продажи совмещается приятное с полезным. Во-первых, расширяется кругозор. Продавцы с удовольствием расскажут вам о товарах. Во-вторых, можно купить понравившуюся сердцу обнову. А главное – почувствовать себя магараджей с вытекающими отсюда последствиями. Сергей Высокосов, Марат Култенов, 1-й Карагандинский. Более 160 одаренных детей из Караганды отдыхали 10 дней в Боровом, в оздоровительно-развлекательном центре «Дискавери Боровое». Это своеобразное поощрение за отличную учебу от акимата города и отдела образования. Сергей Высокосов с подробностями. Сегодня отдохнувших ребят встречали на железнодорожном вокзале Караганды. Седьмой год подряд лучших учащихся город отправляет на отдых в развлекательно-оздоровительный центр «Дискавери Боровое». Впечатления переполняют у ребят, и они начинают делиться ими, едва сойдя с подножки вагона. Каждый день различные мероприятия организовывались. Каждый ученик смог проявить свои таланты. Кто-то пел, кто-то танцевал, кто-то играл на гитаре. То есть каждый остался с хорошими впечатлениями, приехал обратно. Ну и, конечно, без учебы тоже не обошлось. Отдых отдыхом, а главное занятие школьника – учеба. Но, тем не менее, новых впечатлений хватит на весь оставшийся учебный год. Главное, появились новые друзья со всего Казахстана. Бассейн, спортивные сооружения, шунгитотерапия, массажи и прочее, прочее, прочее помогли укрепить здоровье, слегка пошатнувшееся от упорной учебы. Помимо того, что они там оздоравливались и отдыхали, кроме того, были организованы дополнительные занятия по основным предметам, таким как математика, русский язык, казахский язык, история Казахстана, иностранные языки. То есть с ними занимались дополнительно преподаватели. Десять дней передышки и пора за парты. Будем надеяться, что гранит наук будет лучше поддаваться этим ребятам. Пора брать новые высоты. Сергей Высокосов, Марат Култенов, Первый, Карагандинский. Крупная компания систем оконной фурнитуры Артек отпраздновала десятилетия. За все свое существование в Караганде Артек смог завоевать доверие горожан качественным и надежным профилям. На юбилей фирмы побывали наши корреспонденты. Фирма Артек основана в начале 1995 года в Германии специально для работы со странами СНГ. В самом начале своего развития фирма специализировалась на поставке профильных систем для производства окон. Вскоре ассортимент был дополнен поворотно-откидной фурнитурой, комплектующими для монтажа и другими материалами и оборудованием для производства окон и стеклопакетов. Вместе с расширением ассортимента росло число покупателей. На сегодняшний день Артек имеет 33 филиала в России, 14 в Украине, 4 филиала в Казахстане. В СНГ нет такой страны, в домах которой не стояли бы окна от этой компании. В Караганде филиал был открыт в 2003 году. Мы имеем давние экономические связи с Казахстаном. Мы готовы и дальше инвестировать этот совместный проект и расширять наше присутствие здесь. Мы поставили в Казахстан более 8 тысяч тонн пластикового профиля, которым остеклены многие жилые объекты и частные дома и квартиры. Мы поставили около 160 тысяч комплектов высококачественной европейской фурнитуры, опять-таки для тех же целей. Ну и в общем-то мы продолжаем укреплять свои позиции на рынке. 10 лет немало срок за это время завоевать доверие своих клиентов компания смогла качественным морозостойким надежным товаром с повышенной защитой от дождя и снега и низкой воздухопроницаемостью. Немаловажным фактором являются доступные цены. На свой 10-летний юбилей Артек делился своими успехами и новыми проектами. Поздравить его пришли карагандинские коллеги, которые также занимаются оконными системами. Наша компания сотрудничает с фирмой Артек уже порядка трех лет. Мы закомендовали себя очень положительно. Нам очень нравится с ней работать. Мы довольны сотрудничеством с этой компанией. Мы стараемся с ней поддерживать плотные экономические отношения. И в перспективе у нас будет все хорошо. Будем продолжать работать так же. И не только карагандинские фирмы отметили с Артек его день рождения, но и крупные предприятия других городов. Никогда не срывают с поставкой. Всегда вовремя мы получаем материал. Профиль Артек очень как потребности клиентам нравится. Сотрудничеством мы довольны. Сотрудничество в принципе плодотворное. Очень нравится их подход к организации работы с переработчиками изделий из ПВХ. В принципе мы довольны за эти годы. Сегодня компании Артек есть чем гордиться. В Казахстане у фирмы появилось большое количество партнеров. На сегодняшний день планы дальнейшего своего развития у компании грандиозны. Возможно в планах будет открыть здесь завод по производству пластикового профиля и делать его непосредственно в Казахстане. Сертификат компании Артек на сумму 50 тысяч тенге. Сегодня фирма Артек уверенно идет вперед, постоянно расширяя сеть своих представительств, являясь одним из самых передовых поставщиков оконных технологий во многих странах. Десятилетие компании отпраздновала, как положено, именинником с большим тортом. Амина Смакова, Лжас Габасов, Асхат Айбедулов, Первый Карагандинский. Спонсор показа Galaxy Group. Производитель продукции торговых марок Allugal, Galvin, Hercule. Компания Galaxy Group вот уже 18 лет является основоположником сектора производства пластиковых и алюминиевых профилей для окон и дверей в Республике Казахстан. И мы представляем вашему вниманию эксклюзивную продукцию казахстанской фирмы Allugal. Allugal производит алюминиевые профили широкого ассортимента и высокого качества. Любой сложности и на заказ. Балконы, двери, окна, офисные перегородки и входные группы. Алюминиевые профили Allugal это современно, долговечно и престижно. Мы можем подобрать любой цвет, легка в сборке и проста в эксплуатации. Ведь продукция фирмы Allugal адаптирована на наш климат. Алюминиевые системы это Allugal. На этом у меня все. Напоминаю телефон новостной службы Первого Карагандинского 420649. Звоните, если у вас есть интересная информация. Я с вами прощаюсь. Всего доброго. Аман, Сау, Боуздар.